И, казалось бы, возникает вопрос, почему в Гларианском доме в этой усадь первой половины XIX века сотрудники решили открыть вот такую необычную провести, необычную выставку, казалось бы, в дом музея композитора, где родился будущий гений русской музыки, и куклы как-то не совмещаются, но это только на первый взгляд. И вы поймете, у нас не случайно закрыты двери, не случайно вы прошли дни через парадную комнату XIX века, когда заживала эта семья. То, что окружало людей в XIX веке, первую очередь, это вещи, которые очень эстетичны, вещи, которые окружают людей с рождения, с детства. Они своей красотой, своей тщательностью, рукой мастера, они такую необыкновенную, неповторимую, трогательную свою индивидуальную кривость приносят и в отношениях. Поэтому можно сказать, что окружение в XIX веке, оно было красивым, эстетичным не только в вещах, но еще и в отношениях друг к другу. И еще одна причина, вы увидите, насколько красиво эти гости из прошлого смотрятся в этих варянских наших интерьерах. Дело в том, что вообще изготовление кукол в XIX век это расцвет, когда куклы после таких простых, трепличных, глиняных, вообще первую куклу нашли в раскопках и гибельских захоронений более четырех тысяч лет назад, то есть это еще до нашей эры появилось это искусство. Но дело в том, что вот та кукла, которую мы с вами привыкли в нашем понимании видеть, это красивые, парфоровые, маленькие копии человека, или ребенка, или взрослые барышни, они были очень дорогими игрушками. И, как правило, детям, конечно, их не давали. Это были игрушки для взрослых. И вот эти дорогие красавицы, они стоили очень дорого, пока не придумали, что можно удешевить в процессе изготовления. И уже в XIX веке придумали, и только парфоровые ручки, ножки и головка были, а остальную часть, корпус, тело делали из тряпочек, и это стало более доступным. И эти куклы хранили, долго передавали по наследству. Кстати, сами владелицы издавали, не каждодневная была у утиха, забава, издавали очень редко. И благодаря этому куклы, такие антикварные, как мы их называем, теперь уже украшают музеи, самые известные музеи во всем мире. Вообще законодательницей, будем говорить, моды на куклы, опять-таки, как и во всем, была Франция. Самым известным в мире производителем кукол, и особенно органической игрушки, а потом еще и всяких аксессуаров, домики для куклы. Это была, конечно, германия. В России куклы были тоже, конечно же, популярны. Мы видим это по картинам, по картинкам. Есть целые серии дети и куклы, взрослые куклы. И, к сожалению, история, которая прошлась по нашей стране, она задела и укритила. На базе старинных кукол изучают их технологию. Ну, наверное, о кукол мы вам расскажем уже на выставке, показывая вас. У нас еще тоже не очень много. На этой выставке автор у нас, Козина Валентина, совсем недавно стала заниматься куклой. Кроме этого, у нас представлены куклы Олеси Уваровой, Оксаны Землянушиной и Валентины Марковской. К сожалению, просто у нас такая тематика, барышни и дамы, поэтому мы собрали наших барышень, которые мы за этот год сделали. Но у нас еще очень много разных работ. Наша мастерская, она работает по вечерам, поэтому есть возможность взрослым людям посещать, заниматься творчеством. Наша выставка так и называется «Разреши себе творить». Потому что мы взрослые, мы уже в куклы не играем, мы предпочитаем их делать. То есть мы решили себе творить и вот то, что мы натворили, вы сегодня посмотрите, но мы уже потом подробно расскажем о том, что это за кукла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Здесь у нас куклы разных эпох. Вот есть у нас антикваны, есть реплики, то есть это копия, но о них расскажет Мария Янос, потому что это их куклы, и лучше о них знают. Давай тогда я расскажу. Да, вы это о вашей школе. А мы перейдем к современности. Современно куклы. Мы знаем, что куклы имеют древнейшую, можно сказать, историю, исчисляющуюся даже уже десятилетиями. Но, тем не менее, каждая кукла – это антропоморфный образ, то есть образ человека. И через этот образ человека она всегда несла какую-то у наших предков традиционную обрядовую функцию. может быть обережно. Мы знаем, в общем-то, и колдовство, связанное с куклами. И, в общем, множество всяких разных поверьей. Но, тем не менее, кукла всегда в традиционной культуре была, и в русской культуре, она одевалась, была одета в какую-то одежду. И, собственно говоря, вот антиквальная кукла, такую, какую мы ее знаем, она, в общем-то, и возникла благодаря желанию все той же Франции стать лидером и законодателем мод. Именно для того, чтобы продвигать свои модные идеи по всей Европе и родились первые куклы. Это были куклы Пандоры. Они появились где-то в 17 веке, и они распространялись по территории современной Европы именно для того, чтобы распространить одежду. Одежду, аксессуары, какие-то, может быть, первые зачатки косметических стритов. И именно из кукол Пандора уже в 19 веке появились те самые манекены, которые мы сейчас видим во всех магазинах. Куклы изначально были очень дорогие и, как уже говорила Элина Викторовна, не использовались для игры. Но в конце 19-го, начале 20 века уже началось определенное поточное производство, научились отливать фарфор и появились вот эти вот девочки, как Эрнер Хойбах. И вот на той стороне стоит кукла Армана Марселя. Это одни из самых популярных в общем-то кукол, и которые, в общем-то, и сейчас, наверное, наиболее доступны для приобретения на антикварном рынке. И, имея уже доступ к таким вот старым антикварным куклам, мы научились делать с них реплики. У нас здесь есть реплики тоже с куклой, с куклой Арманом, нет, да, это Марсель Флорадора. Вот эта вот кукла, девочка Ляля, и на той стороне куклы Мисс Джейн Грин. Вот обратите внимание, они сделаны с одной формы, но какие они все-таки разные. Все-таки в любом случае кукла будет передавать автору. Автор, автор. Все равно она будет, может, даже где-то на него похожа. Вот Мисс Джейн Грин это моя кукла. Я ужасно хотела куклу с зелеными глазами. Поэтому Грин, да? Да, поэтому Грины, костюм зеленый. Вот, и куклы Союз Французских Производителей, тоже вот девочка в розовом, Жюли, вот там и Айсель, вот тоже девочки сделаны с одной формы, но тоже разные руки, абсолютно разные образы. Вот, научились мы отливать этих кукол из фарфора, но ручки и ножки у них сделаны из ладола, из пластика. А вот тела сделаны очень оригинально. Они сделаны по старинным сложенным выкрикам, тоже именно по старым восстановленным. Вот, оригинал. Да. Вы нам не покажете интереснейшее тело и интереснейший костюм, который на кукле Джинни. Как раз вот этот Джинни, по-моему, в полном объеме может нам проиллюстрировать именно модную куклу. То есть вот полностью такой вот костюм соответствующий эпохе. Я тогда могу даже его прятать. Конечно. А я думаю, что это одно из самых интересных тела. Потому что когда мы уедем уже. Да, если можно, даже, может быть, кусочек тела показать. Я думаю, что это всем интересно. С телом будет немножко сложновато, потому что здесь все закрыто. Так, мы можем как-нибудь найдем тело. Я думаю, что интересно, там и крепление как-то показать. Я думаю, это было бы интересно. Смотрите, это антиклорбовая кукла. Оно сшито из тонкой козьей кожи, набито опилочками. Вот здесь соединение. Вот эти. Это шарнирная. Да, да. Вот здесь шарнирчики. У этих кукол полностью ножки делались из кожи. То есть у нас нет здесь стопы, как привычно у каждой куклы. Были вот такие вот ножки. Ручки сделаны из композита. То есть это опилки, гипс и клеевой состав. Вот. Головка это бисквитный фарфор. То есть вот такие вот куколки. Тела у них были вот таким образом сделаны. Они могли сидеть очень легко. Удобно были для игры. Благодаря тому, что эти тела надевались опилками, тело было тяжелее, чем фарфоровая голова. И оно было достаточно устойчиво. В отличие от кукол, которые делались полностью из композита, и вот там случались несчастья. Как в моей семье, кукла была разбита только потому, что фарфоровая голова перевесила, и кукла упала на изначале. Старина кукла сказала. Ирина, покажите, обратите внимание на сапожки. Это сделано из... Здесь сделаны нижнее белье и сшились трикотажные чулки. У этой куклы есть корсет и полностью сшитое платье. То, то, что платье мы видим, это многосоставные части. То, что на выставках это, как правило, полностью невозможно было одеть, в связи с тем, что внизу была многослойная одежда. Обязательно были под корсетами нижние рубашки, чтобы тело... Корсет стирать нельзя было, поэтому надо было защитить его от воздействия тела. И точно так же защищали сверху, одевали чёрную рубашку, чтобы не стирался сверху именно тканью основного платья. Поэтому эта мемкостенность была очень высокой. Мы попытались, когда воспроизводили куклу, максимально приблизить их ещё и по костюму к тому времени, когда они рождались. Спасибо. Спасибо. То есть куклы с телом мишки и лицом девочки. То есть это совершенно не веяние современной эпохи нашего времени. Нет. Эти куклы тоже насчитывают уже более чем столетнюю историю. Конец 19 века и связаны они ни много, ни мало с именем исследователя Арктики Роберта Пирии его семьёй. Когда одно время Роберт Пирий со своей семьёй с женой и дочкой жили на острове Гренландия и оттуда стартовали мухитра арктической экспедиции. Ну, так сказать, в силу климата достаточно сурового. Естественно, там все ходили в одеждах из шкуры оленя. И причём человек был покрыт этими одеждами абсолютно полностью, так что оставалось только лицо. И когда семья вернулась с острова Гренландия в Америку после этих экспедиций, были привезены фотографии. И фотографии девочки Мэри, дочки Роберта облетел. В общем-то, там все средства массовой информации. И поскольку исследование покорения Арктики тогда было, как мы сейчас сказали, в тренде, то есть это была идея покорить Арктику. И девочка тоже стала своеобразным символом. Были конфеты с этой фотографией, были печенья, всякого рода такие какие-то сувенирные вещи. И несколько фит предложила сделать игрушку тоже на базе этой фотографии. Вот там внизу сидит Регина, передай нам ее, пожалуйста. Вот это вот такая очаровательная зайка. Вот это автор спрятался. Это автор зайки. Вот она сделана. И в конце 19-го, начале 20-го уже начали шить известных нам медведей Тыди. И уже стало известно шарнирное соединение. вот такая игрушка и родилась на свет. И сейчас они переживают второе рождение. Потому что буквально лет 5 назад как-то не было их. Не знали. И вот как раз тоже обратите внимание это то о чем мы неоднократно говорим что авторы они порой похожи на свои не тебя похожи на козаику на самом деле эта кукла делалась моего племянника маленького родственные корни видимо прослеживаются немножко добавлю что изначально это конечно не было именно животное соединение животного и человеческого лица это была фарфоровая головка и туловище было сшито по тому же принципу что медведи Телли из шерсти но у нее на ножках были белые валеночки отделаны красной шнуровкой и белые варежки тоже отделаны красной шнуровкой и именно вот этот вариант куклы он назывался Snow Baby то есть снежная девочка вот именно эта кукла была сделана на основе фотографий Мэри Перри в костюме северных аборигенов ну и после конечно все похватили эту идею производителя и дальше уже конечно пошли вариации на тему именно уже медвежливое тело но сохранялось головка была сделана именно из фарфора с волосами да не так как вот эта куколка у нее закреплена голова лицо закреплено в меховом капюшончике капюшончик снимался даже не капюшончик был а колпачок именно вот колпачок как у жителей севера вот и было множество всяких вариаций потом про этих кукол к сожалению забыли но сейчас они получили второе рождение и это уже не только куклы дети это куклы взрослые и реплики делаются на основе головок антикварных ну и естественно конечно авторские куклы тоже вануарную куклу но уже не снимая форма с реплик а именно делали лепили сами свои кукольные головы и сами уже делали с пластилина снимали форму с формы отливали фарфор и вот вот эта кукла валерий она как раз уже такая авторская фарфорная вануарная кукла появились они 20-30 годы нашего века 20-го будуарные это были куклы с мягким телом и с мягкими руками и ногами предназначены они были для взрослых женщин сажали их на диваны на софу и в общем-то это были уже представительницы скажем так современных для того времени женщины они были даже курящие то есть это были эмансипированные куклы нам ближе конечно старина и у нас куклы вот такие получились в принципе тоже историческая основа есть но уже современные изготовления являетесь еще и коллекционер не часто сюда привозят не часто бывают такие выставки поэтому я решила что это будет интересно нашим тихвинским женщинам в основном потому что рукоделием занимаемся и вот любезно согласилась группа артист Питера мы все учились в одной школе авторской куклы Алисы Боженковой потом я приехала сюда вот здесь мне стало скучно очень я нашла себе так сказать единомышленников и мы вот у нас любительское объединение образовалось там тоже были фарфоровые куклы назывались куклы высшего сута то есть куклы для богатых вот эти головки фарфоровые привозились в Сергии посад из Германии что примечательно фирма Арман Марсель вот как раз автор вот той куколки которая вам показывала он родился в Петербурге в 1856 году в семье гугенотов и это было уже второе поколение потому что отец тоже его родился в Петербурге и служил при дворе Николая I главным архитектором со смертью Николая семья переехала в Германию он купил себе там маленькую фирму игрушек Зоннеберг кстати тоже знаменитые куклы Зоннеберг изготавливают вот купил себе фарфоровый заводик и начал делать вот эти головки причем он очень любил Россию у них дома были даже иконы русские вот они перевезли когда с собой забрали иконы и так как он любил Россию он сотрудничал с Сергием Посадом и поставлял головки для наших мастеров там даже в Сергием Посаде там были было разделение то есть были одевальщики были люди которые расписывают эти головки они просто поставлялись без росписи и все дальнейшее производство уже было у нас в России но у нас делали не вот таких светских красавиц красивых у нас делали их в народных одеждах в то время Грузия Польша это все было наши советские российские территории вот прошу прощения и вот в каждой деревне был свой костюм то есть костюмов было великое множество и для того чтобы люди России дети особенно знали о нашей истории о наших народностях населяющих Россию делались куклы именно с головками Арманд Марсель но в наших народных костюмах кроме того в Сергиево Посаде были промысловые куклы их тоже было великое множество от матрешек и пищалок там были подвижные игрушки ну масса просто всяких и причем очень много делалось из папье-маше дерево и папье-маше наверное вот ну вот люди моего возраста помнят лошадки были деревянные на колесиках а это не дерево это композит называется то есть это опилки смешанные с гипсом и по определенной технологии они делались это все Сергиев Посад ватрешки лошадки но вот мы взяли взяли за реконструкцию в прошлом году в декабре мы стали делать куколтали это промысловая кукла что значит промысловая то есть сделанная на продажу она должна быть яркой броской чтобы у человека появлялось желание ее купить на прошлой на первой выставке разрешить себе творить в Тихвинском музее было у нас очень много выставлено мы даже в Питере поучаствовали в выставке вот Мария Яна знает получили особый диплом за наши работы и нам даже сказали что в общем-то это своего рода новаторство потому что таких куколталий делают только в Загорске и больше нигде у нас в России ну вот теперь у нас еще в Тихмине целуют вот такие это очень простая куколка это Папье-Маше делается мастер-модель из пластилина и путем наслоения бумаги делается вот такая вот головка потом она расписывается и раньше у этих кукол ну вот здесь мы так как уже показывает да так как у нас сейчас ну все-таки не прежние времена раньше делали просто брали пук соломы разделяли на два здесь наматывали какую-нибудь тряпочку и сажали вот эту головку ручки приклеивались к торсу ну вот здесь мы сделали проволочку ну чтобы она первых стоять лучше будет да использовали немножко не такие материалы как в стояле куколе да немножечко значит мы побаловались вот и одевали на эти вот ножки просто делали кулечек из черной лаковой кожи и тоже надевались все очень просто ну это из папье-маше делали для ну скажем так бедных объясните почему называли талии талии да у них были очень тонкие талии и выделены их выделяли да их обязательно ленточками вот такие там делали некоторые с пышной грудью с тонкой талией ну по всем канонам тогдашней красоты буквой алисы боженковой потом я приехала сюда вот здесь мне стало скучно очень я нашла себе так сказать единомышленников и мы вот у нас любительское объединение образовалось папье-маше из бумажных ластков яркий представитель вот это бумажный пласт это папье-маше и вот такие забавные фигурки у нас получаются вот это работа сделаны техники бумажного пласта причем здесь голова цвета из гипса тоже по форме а вот это гофротруба обычная гофротруба ну вот силы значит творческой она превращена в веера ощущение как будто очень тяжелое из гипса да она взглян а так очень легкая это вот уже современные куклы такие куклы если кого-то заинтересует ручки ножки фарфоровые а тельцу я думаю что это какие-то какие-то веер вот мы докопали на нашу гляжу это телька у нас здесь прятошная вот она такая вот здесь готова не толщина киап тельце самая краска она набитая пилочками вот такие ножки самая конечно это красота это ее я думаю что это очень часто на куколе, где в лагере именно детство потому что практически проходило по разному посмотрите, какая вот красота я считаю, что она откуда-нибудь из английского замка ну, девочка, вот такая хорошая состояние, единственное, что вот этот плащик конечно, у нее немножечко море побег, следы вред следы бытования он оказался очень вкусным а можно немножечко еще добавить вот кукла вот эта она создавалась на фабрике которой руководил Эрнс Хойбах да? так вот он был мужем дочери Беатрис дочери Армандо Марселя то есть, я говорю, вся семья в сборе а про волосы расскажите они такие маленькие? да, вот на ощупь волосы у многих кукол не только вот это вообще это махерные махи, это махер длинношерстных коз длинношерстных коз бралась кукла, которая покрупнее там уже человеческий волос но это срезали у детей волосы и продавали даже на фабрике да девочки, мальчики у них не растали волосы их просто продавали туда сдавали для того, чтобы можно было потом делать трес и как раз таки они очень мягкие очень приятные на ощупь и ни в коем случае там никаких вот не может быть страшных рассказов буржастиков которые обычно придумывают к этим куклам вот все сдавалось добровольно я хочу сказать, что и сейчас вот в прошлом году я буквально купила парик у меня есть как бы антикварная голова где я потихонечку хочу восстановить должна кукла получиться где-то на сантиметров 70-80 то есть больше, чем вот эти наши это 40-40 да, да должна быть кукла такая вот размером с ребенка большая голова и да, я купила парик из натуральных человеческих волос так вот вы определили вот моя куколка которую Татьяна у нас в начале выходила в начале нашей встречи вот наши мастерицы специалисты попросили их определить они сказали да, из натуральных полос с левыми а еще в дополнение ко всему я хочу показать вот вот я хотела попросить я про нее бы вспомнила одна из самых первых кукол в Кангузске которая была прородительницей всех кукол вот здесь это не фарфор тот, в котором ну, привыкли видеть это холодный фарфор который тоже изобрели и изготавляют сейчас французы и он не требует просто высоких температур для обжига и можно даже обжигать в обычной духовке так вот эта вот кукла она создана по как раз таки снята тоже копия с настоящей французской головки купленной во Франции да, привезла урванной просто урванной пока семья задевалась семью специально отмеркали для того, чтобы никто не заметил в Париже бы совершенно замечательный возник вот и вот это вот использовалось здесь ручки сшитые из настоящей лайковых перчаток кожаных здесь остались даже вот строчки которые были на перчатках вот это антикварная а вот это уже новая кожа которая просто очень казалось подходящей для данной кукол сейчас появилась такая кожа словом у нас в городе можно найти вот и внутри каркас сделанный из металлической провоки так же как это делалось и раньше кукла может садиться сгибать ножки для того чтобы не делать тюрьмы мне уже сзади все подосмотрено готовы к нарядам да именно для того чтобы одевать это модные куклы именно для того чтобы демонстрировать наряды и она так пришла с названием модница у французов правда он называется немножко по-другому паризиент вы сказали парижанка парижанка вы знаете что вы берете у нас это модница потому что для демонстрации вот таких поскольку ткань безумно дорогая была то именно вот такого размера они были максимум по-моему они были чуть-чуть вовлечны максимальная высота их именно для того чтобы продемонстрировать новые имения моды не только в журнале потом тоже для того чтобы показать в журнале их вручную еще тоже расспрашивали можно было в более дешевым способом выставить в магазин переодевать показывать новые сезоны моды а можно Регина вас спросить я вторую в куколке в этом стиле разговор которая да да вторая кукла это то что мы с Валерией Резионовой сейчас провели первый уже наш курс для то крепление которое на моднице это одной из один из вариантов крепления то есть могло быть в одном месте шарнирное а в другом могло просто сгибаться и держаться благодаря проволоке набиты все куклы опилками их нельзя ничем другим набивать потому что не держится форма и опять-таки голова которая достаточно тяжелая фарфор она рискует быть разбитой в ближайшие часы после того кукла готова кто-то пытается с ним пообщаться здесь использовалась батист современный батист это тоже сейчас такой тонкий можно найти очень сильно большая редкость и кокрушечное кружево это машинное кружево которое имитирует кокрушечное ну в общем у меня если кто-то хочет научиться я учу кокрушечное кружево поскольку сама этим владею и рассказ население а для богатых такие же куклы делались из фарфора тоже отливались и делали ручки им крохотные из кожи и выделяли каждый пальчик то есть это была красота неописуемая но они естественно украшались уже и более дорогими тканями и какие-то там даже сережки им делали бусы ну это все было дорого причем вот такие куклы они находились даже в коллекции дворян и даже императорских детей вот ну и мы тоже решили немножечко побаловаться это это что касается реконструкции причем реконструкция у нас была именно в тот момент когда девочки независимо друг от друга мы даже об этом не знали мы делали талию реконструировали они делали своих антикварных подружек вот это что касается реконструкции но естественно что кроме всего прочего мы занимаемся конечно еще и просто просто авторской куклы современной современных пластиков вот но даже вот в этом случае мы опять же оглядываясь на сергий фасад потому что там тоже эконом скажем так вариант кукол был делали головы не из фарфора делали из глины сейчас я вам покажу вот это куколка тоже снята вот это обычная наша кембрийская глина то есть снята форма это тоже кукла но это советского времени тоже загорская кукла с нее снята форма и форму отлита жидкая глина скажем так мы называем ее шликер она обожжена расписана и ну тоже это реконструкция ну уже ближайшего времени вот такая это глина вот барышни и дамы кукла это кукла отлита из фарфора это брат и сестра то есть это кукла из одной формы это мальчик он отлит из глины у глины усадка не такая большая как у фарфора поэтому он покрупнее вот это брат и сестра ну естественно даже дети от одной матери они отличаются так же как у нас братец и сестричка сапожники да аккуратно обувь ну кукольник это человек который владеет всеми видами искусства мы делаем и обувь причем максимально приближенная к натуральной стараемся мы делаем шляпы мы делаем парики мы и закройщики и швеи и художники эскизы вот и скульпторы то есть чтобы сделать куклу нужно все-таки очень достаточно много иметь всяких навыков чтобы вот сотворить ну вот таких вот хорошеньких кукол вот из самоотвердевающей японской пластики да паттерклей называется вот это кукла из паттерклея то есть это уже идет просто авторская кукла фантазийная кукла она не отражает никакой эпохи только фантазию автора Лена можно я получили титул длоринина право носить фамилию фамилийнский кирск у нее отца была фабрика игрушек мы купили еще парфоровую фабрику и стал делать кроме того кроме авторских кукол вы здесь можете увидеть это называется реплики то есть это копии антикварных кукол вот посмотрите перед вами вы здесь видите это дамы стоят видите у них такие щечки и куклы эти конечно не игрушки для детей это игрушки для взрослых дорогое удовольствие фарфоровые личики и тела наполненные опилками они достаточно тяжелые достойно Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...